Мир вам, братья и сестры! У нас мы в Каменце за эти два дня пришлось хоронить три человека. Если бы большая церковь, то как-то оно понятно. Много людей и людей больше. У нас не так большая, около 50 членов в Каменце в церкви и три человека за два дня. Хотя, конечно, не все члены церкви, но они очень близкие были к церкви. Родители, родные были членами церкви, одна сестра член церкви. Одной сестры мама умерла и еще один муж тоже нашей сестры, член церкви. Они были очень знакомые, дружелюбные люди, и поэтому для нас оно как-то коснулось вот эти похороны. Кто-то в таких годах помоложе умер, кто-то уже в таких преклонных годах. Все равно оно наводит нас, братья и сестры, на мысли о том, что мы все люди временные на этой земле. Что мы идем к тому пределу жизни, который Господь определил для нас. Что пройдет время, и мы будем иметь встречу тоже с Господом нашим. Люди, многие не задумываются об этом. Люди как-то беспечно поступают, к большому сожалению, иногда и в нашей жизни так бывает, когда мы увлекаемся какими-то заботами, какими-то делами. Какие-то поступки бывают, которые нас удаляют от Господа. Но все напоминает для нас, что нам надо быть готовым ко встрече с Господом нашим, братья и сестры. Тем более, в это последнее время какое-то такое тревожное, когда люди волнуются, когда люди переживают, когда люди задаются вопросом, что одна болезнь какая-то такая, которая тревожит многих людей. А что дальше будет? Чем это изменится? Как дальше будут и какие времена? И нам особенно надо знать то, что Иисус, Ты наша победа. Ты щит наш, Ты покров наш, как перед только что общим пением. И в этом наш залог успеха нашего, жизни нашей. И, братья и сестры, в 35-м псалме есть такой стишок написан. «Как драгоценна милость Твоя Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих покоятся». «Как драгоценна милость Твоя Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих покоятся». Это были слова Давида. В другом псалме он пишет, говорит, «Господь, пастыр мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злашных пажетях и водит меня к водам тихим». А дальше говорит, «Если пойду и долиною смертной тени не убою зла, потому что Твой жест и Твой посох, они успокаивают меня». Братья и сестры, у Давида было очень много переживаний, очень много. Это не какой-то покой, это не какое-то беспечие, что так ничего тебя не тревожит. Это когда многие тревоги приходят, когда многие переживания бывают в жизни, но когда мы находим успокоение в Господу, когда Господь является нашим покоем. И в 4-м псалме тоже этот автор такие интересные слова записал. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь жить мне в безопасности». Только Господь наш дает совершенный покой, только в Господе мы можем успокоиться. И в Господе защита наша и помощь во всякое время и во всякий час. Я как-то слышал рассказ одного служителя, это братья Баптисты из Совета Церквей, и он рассказывал тоже о служителях, говорит, еще в те времена советские, во времена таких больших гонений, когда за Слово Господне многие сидели в тюрьмах, и говорит одному брату-служителю, который детям позволял быть в собрании, участвовать в собрании, молодежь участвовала, и один высокопоставленный начальник всего предупреждал его и говорил, говорит, что тебя мы отправим туда, где Макар телята не пасет. А этот, говорит, начальник, там, где Макар телята не пасет, там Господь овец своих пасет. И он другой случай привел, говорит, что другого брата, который сидел 18 лет в тюрьме, и говорит, его потом отправили в Магадан, в тюрьму смерти, чтобы он туда не вернулся. Туда многие не вернулись. И говорит, когда этот человек прибыл туда, и дали депешу такую, отправили, что с наставлениями, с рекомендациями, как должны поступать с ним. И говорит, когда он пришел туда и пристал перед начальником этой тюрьмы, то, говорит, этот начальник так строго, очень смотрел на его, но потом, когда документы взял и прочитал его фамилию, это твоя фамилия, я не помню, как его фамилия, но, говорит, это да, моя фамилия. Он изменился как-то в лице своем и начал, поменялся в голосе, и начал расспрашивать его, откуда ты. Он говорит, я рассказал, откуда. Кто твои родители, он рассказал. Кто дедушки твои, рассказал. Оказалось, что в их одинаковые фамилии. Оказалось, что его дальние родственники, они какие-то были близкой роднею. И получилось так, что этот человек взял под свой покров вот этого человека, этого брата. И он не только что закончил жизнь свою в этой тюрьме, он прожил 91 или 92 года и остался благословенным человеком у Господа. Говорит, что там, где телят, макар телята не пасет, то Господь овец своих пасет. Где не пасут скота, там Господь заботу свою простирает о детях своих. Поэтому, братья и сестры, покой Божий для нас. Это основное в жизни нашей. Пусть Бог благословит. И особенно в наше время сохранять покой. Если мы близи с нашим Господом, если мы знаем нашего Господа, живем для нашего Господа, Он дает совершенный покой, тогда и даже в отдаленных местах и в трудных обстоятельствах мы успокаиваемся в Господе нашем. Как драгоценно, милость Твоя Божия, сыны человеческие в Тебе, в тени крыл Твоих покоятся, пусть Господь благословит. Я хочу прочитать такого для нашего рассуждения Слово Господнее. И мы будем молиться, будем приходить к молитве, благодарить нашего Господа и просить Божьего благословения. Хочу прочитать знакомое место для нас, очень знакомое, часто мы проповедуем, напоминаем. Оно о многом для нас говорит, для верующих. Так апостол Павел написал, что это образы для вас. Десятая глава, первое послание Коринфяна. И написано так. «Не хочу оставить вас, братья в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Братья и сестры, очень важные слова для нас. Напоминание апостола Павла говорит о народе израильском. Говорит, что много благословения они пережили, много они общения с Господом имели, видели чудеса Божьи. Они прошли путь такой славный, когда Господь охранял их среди пустыни, среди моря, проводил через море. А потом, к большому, такой как бы итог, но не о многих из них благоволил Бог. Не о многих из них благоволил Бог. И причина дальше говорит апостол Павел. Не будем идолопоклонниками, как были они идолопоклонниками. Не станем блудодействовать, как некоторые из них. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ровщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребления. То есть причина, почему они не приобрели благоволение Божие. Братья и сестры, я слышал, что само слово «благоволение Божие» – это высшее расположение Божие к человеку. И написано, что Господь говорит Моисею, что ты приобрел благоволение. Оказывается, благоволение приобреть надо, какие-то условия выполнять, какие-то действия, и что-то предпринимать, чтобы приобреть благоволение. Или то есть расположение Божие, чтобы Господь благоволил. Это надо что-то делать. И в 89-м псалме Моисей написал в молитве своей, мы знаем этот псалом, и он написал 89-й псалом, последний стих, где Моисей говорит, «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешистой нам, и в деле рук наших с поспешистой, и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешистой нам». Братья и сестры, для того, чтобы быть водимым Господом, или чтобы Господь благословлял дела рук наших, надо приобрести благоволение Божие. И мы знаем о том, что Моисей приобрел вот это благоволение Божие. Моисей имел много братьев своих, там десятки тысяч, даже много сотен миллионов, то есть сотен тысяч людей шло с Моисеем. Но Моисею приходилось часто делать выбор. Иногда он делал, чтобы поступить по истине, и ему приходилось стать против народа и терпеть приговор. Люди поднимали ропот, давай побьем камнями его и поставим себе других вождей и вернемся в Египет. Но Моисей знал истину, и он старался, все было его старание, как исполнить вот это Слово Господне, поступить по тем заповедям и быть верным Господу. И он приобрел благоволение. Да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешиствуй нам, и в деле рук наших с поспешиствуй. Да будет благоволение Господи Божия на нас, и в деле рук наших с поспешиствуй нам. В книге Исход, 33 глава, мы читаем, где Моисей общался с народом израильским. Написано так, Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого послать со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах твоих, это слова Господи к Моисею. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрел благоволение в очах твоих и помыслить, что сие люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Моисей сказал ему, если не войдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда и народ твой будет славнее всякого народа на земле? И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говоришь, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. И 34 глава 8 и 9 стишок. Моисей тогда пал на лицо и поклонился Господу и сказал, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да будет владыка посреди нас. Ибо народ твой жестоковый, среди беззакония, прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. Братья и сестры, Моисей ведет разговор о народе, который написано так и говорит, что он был жестоковый, он не слушал голоса Божия. Моисей знал вот это, но говорит, что если я приобрел благоволение, Господи, то пойди с нами. Господь говорит, я не пойду, ангел мой пойдет. Господь говорит, если ты не пойдешь, то не выводи с нами. Если ты благоволишь к нам, если я приобрел благоволение, то выйди с нами и благослови путь наш. И дальше Моисей, Господь говорит, я пойду, потому что ты приобрел благоволение. Братья и сестры, и говорит, что и народ будет славнее всех народов, потому что ты приобрел благоволение. Результат того, что Моисей приобрел благоволение, было благословение на народе израильском. Говорит, что я благословлю и благоволю, то есть благоволение Божие. Люди, которые искали благоволение Божие, они всегда с большим благоволением ходили перед лицом Господа. С большим благоволением, то есть искали лица Божия, они благовели, чтобы приобретать благоволение Божие. И Авраам, когда пришли эти три человека, и увидел он ухода шатра своего, этих трех людей, сказал, «Если я приобрел благоволение, то не мени, не пройди мимо дома моего». И вот эти слова, которые говорил Моисей, которые говорил Авраам, «Если ты, Господи, если я приобрел благоволение, это не были какие-то условия, Господи, я так и так хочу, я и так, но как-то смирение сердца, Господи, если ты благоволишь, если ты благовол... Если я приобрел благоволение, то зайди, пожалуйста, то есть благоволение, они благоволение приобретали в это благоволение Божие». Мы читаем об Иисусе Христе, Господе нашим, что в послании к евреям, 5 глава, там написано, «Он в одни плоти своей с сильным водцем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и был услышан за свое благоволение». И Отец, то есть Бог, когда, мы читаем, когда Он принял крещение, то Господь сказал, и люди слышали, «Все есть, Сын мой возлюблен, в Которое мое благоволение». Он говорит, что «был услышан за свое благоволение». То есть Он благоволел пред Отцом, пришел исполнить волю Отца, Он подчинился, был послушным Отцу Небесному, и Отец сказал, что «в нем мое благоволение». То есть я к нему благоволю. Вот такая взаимосвязь. Для того, чтобы приобрести благоволение, надо иметь благоволение перед Отцом Господа. Братья и сестры, пусть Бог нас благословит и поможет нам, чтобы нам всегда искать Божьего благоволения в жизни нашей. Есть такая интересная история из жизни Иакова, исход 33, 33 глава, 8 стих. Здесь написано так. Извиняюсь, «Бытие» 33 глава, 8 стих. «И сказал Исаак, Исау, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков, дабы приобрести благоволение в очах Господина Моего. Исаав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет это твое у тебя». Иаков должен был встретиться с своим братом, который шел с многими вооруженными людьми. И когда он узнал это, то он старался, чтобы приобрести благоволение брата своего. И мы читаем, что есть, когда Исаав спросил что-то такое, то он назвал брата своего господином. Себя он посчитал рабом, он унизился перед братом своим. И написано, «Я хочу приобрести благоволение, я знаю свои поступки». Он осознал свои преступления, он осознал свое прошлое. И здесь мир как бы был восстановлен между двумя братьями. И вот этот поступок Иакова очень много значил в жизни его. И где бывают ссоры какие-то, но когда смирение людей, оно угошает вот эту ссору о распри. И вот Иаков за дни жизни своей, он понял это. И когда вынужден был он пристать перед брата своего, то говорит, что «Я хочу приобрет благоволение». Благоволение. Он смирился перед братом своим, признал, что он господин мой, и он назвал его господином. И он понял, что за долги, которые он когда-то имел перед братом своим, что он поступил, надо платить очень дорого. И кто-то посчитал, что где-то 520 голов скота он как бы в подарок брату своему приготовил, там он отправил вперед, чтобы умилостивить лицо, чтобы приобретать благоволение. Жизнь Иакова, братья и сестры, мы знаем, и конец жизни, это был благословенного человека. Мы читаем, что, наверное, если я правильно помню, когда умер Иаков, то египтяне 70 дней, по-моему, оплакивали смерть Иакова. Египтяне, израильтяне, там написано, не столько оплакивали. То есть, это был человек, который смирился перед лицом Господа. Он приобрел благоволение в очах брата своего, а потом приобрел благоволение и в Божьих. Бог благословил его, вот этого человека. И для того, чтобы мы, я еще хочу прочитать несколько мест Слова Божьего, мы будем молиться, благодарить нашего Господа. Левит, первая глава. Второй стишок и несколько стишков. «Объявися нам, Израильевым, и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то есть ли из кота если из кота принесите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва есть, его есть все сожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом». И там дальше говорится еще многие такие. То есть принеси, то есть приносит благоволение Божие эту жертвенность человека. Если ты хочешь принести жертву Господу, принеси ее лучше, вот эту жертву, принеси самое лучшее. А дальше в 23 главе книги Левит написано, что когда ты принесешь жертву благодарения, то принеси ее так, чтобы приобрести благоволение Божие, расположение Божие. Можно принести жертву, но не приобрести благоволение Божие, с особым сердцем, с благоволением принести вот эту жертву, и тогда Господь благоволит к тебе, то есть примет, особое расположение Божие будет. Братья и сестры, сказано, что принеси не остатки, а принеси начатки, то есть самое ценное, самое первое, что в доме твоем, самое лучшее принеси в жертву Господу, тогда ты приобретешь благоволение Божие. И еще прочитаю эту притч, 3 глава, 3-4 стих. Милость и истина, да не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Господа и людей. Братья и сестры, благоволение приобретается через милость и истину, и говорит милость и истина, да не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, не только на лбу, не только на перекладинах, вот где-то на доме своем, на сердце, пусть это будет внутри тебя, сердце твое, пусть будет расположено милость и истина, милость и истина, одно без другого не может быть, если бывает без милости истина, иногда бывает очень, ну, как бы так, но строго, и милость без истины неполноценная. А говорит милость и истина, да не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога твоего. И притч 12, 2, прочитаю. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Добрый приобретает доброта, которая от Господа, дается от Господа, приобретает благоволение от Господа. Братья и сестры, написано, что Екклесиаста, 5 глава, 3, так, там очень интересно написано, когда ты принесешь обет твой, я прочитаю этот стих, и мы будем приходить к молитве, благодарить нашего Господа, 5 глава, 3 стих. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Исполнение обетований наших, обетов наших, наших обещаний Господу, наших таких, ну, слов, когда мы что-то обещаем людям, то говорит, когда даешь себе обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, те, которые не исполняют свои обеты. Братья и сестры, чтобы благоволил Господь к нам, то нам надо искать вот лица Божия, исполнять волю Божию, как Моисей, как и другие люди, которые вот были, благоговели перед Господом, искали исполнение воли Божьей в жизни своей и приобретали благоволение Божье, расположение Божье. Пусть Господь и нас благословит, братья и сестры. Давайте мы наши колени склоним, поблагодарим нашего Господа, что Бог нас благословил для этого места и будем просить Божьего благословения.